я так понял что там пакет красненький с подарком давай подхажем подарок или это секретно это интимный подарок давай всем покажем чего у нас из аргентины нынче везут в подарки давай посмотрим подставка это ручная работа кожаная но естественно все вот аргентина аргентина как будет бутыляку по это все ручная работа сделана кожаная подставка можно бутылку менять вот здесь вот она открывается для камеры такой чехол друзья такого нам еще не дарили на больше шахта это кожа на это кожа на аргентине в чили делают вина хорошие как там вообще в аргентине экономическая ситуация если вы знаете что это манты манты вот эта штука называется аргентина туда свечку вставляем нет сейчас скажу даже пошла контрабанда из китая нет вот как это называется желтый такой каламбра калабаса это сейчас как как кабак нет кабак ну янтарь нет так как фрукт овощ этот кабак желтый такой кабачок ну желтый такой там где семечки внутри белые перец да нет желтая такая штука там где семечки внутри белые такие кабак по-русски кабак когда ну в общем ладно вот это который кашу с него варят такую тыква тыква вот так вот вот такая такая тыква вот она будет камалька да кабун нет тыква броди Так вот из нее вот это вот сделано. Это из нее такая штука. Понял, из тыквы? Да, вот она вычищена, все из этого высушено, все. Вот это трубочка идет сюда. Какая трубочка? Вот, смотрите, это трубочка. Это курить, что ли, ее? Да нет, это пошло от индейцев. Помните, это называлось трубка мира? Да, выкуривать. Да, они пускаются по кругу, да? Вот по правилам маты, маты, это шерба маты. Это табачок, видно? Нет, это трава. Это такая трава, как чай. Ну, что я сказала, дальше можно по трамандам. Пока не открыт. Можно открыть? Ну, давай, давай. Вот, смотрите. Это пьет вся Аргентина, пьет Уругвай, Парагуай, Парагуай. Парагуай они вообще пьют холодные маты. А вообще маты завариваются где-то в 80 градусов, вода должна быть. Значит, это трава, на них разных вкусов есть. Можно добавлять сюда норанху, можно добавлять сюда лимон. Норанху это что? Да, это апельсин. А, оранж, окей. Кусочек апельсин можно добавлять, кому нравится. Норанху, так. Я не хочу, чтобы здесь трава у вас. Нет, нет, траву не надо, а то студенты могут подумать. Ну, в общем, ладно, приблизительно, но надо было заполнить. Ну, я заполнила. К примеру, да, надо было чуть-чуть больше, ладно. Я покажу сейчас, просто покажу. Так, вставляется трубочка. Так. Если нужен сахар, добавляйте чуть-чуть сахара. 80% вода, 80%, 80 градусов, хочу сказать, вода. Не 100. Нет, не 100. Вата не должна быть закипевшая. Закипевшая, да. Заливается. И первый человек, кто приготовил, например, приготовила я, да. Я пью первые маты мои. Следующие. Это идет разговор. Всегда это в разговоре где-то по кругу. Наливается следующая. Так сколько штаб воды-то? Передается следующая. Каждый раз наливаешь. На много разговаривающих хватит. На глоток. Наливаешь глоток. Так мы можем тут в офисе целый день пить. А с него не балдеешь, ничего? Нет, с него не балдеешь. Он для меня, это как кофе. Он больше дает энергии. Лично мне. То есть там кофеин есть? Нет, здесь нет кофеина. Это такая трава. Так. Лёля, тебя можно попросить снять шляпочку? И вот это у нас от нашей Любы. От Любы я помню. Знаешь Любу, да, из гугла? Люба. Нормально. Тут виноград. На глазах. Ой. Несе Галя воду. А по-испански то же самое. А по-испански как Галя будет и несе воду, не знаю. Ну Галя, нормально. Галина. Ну да, Галя, а как будет несе воду? Несе воду перевести дословно не переведу. Шеваго. Ста жива ногу. Я почему говорю же, объясню опять же для тех, кто не знает, потому что на испанском произносится в основном е. Е. Как говорят мексиканцы, как говорят боливьянцы, как говорят перуанцы. Ж это прононсия Аргентины, потому как мы говорим на кастильском наречии. Поэтому я ж каю. Это по-французски. Например, когда говоришь испанский, это е, да, они произносят е. В смысле это какой? Испанский е произносится. А на аргентском языке я. Е. Это же. Жон. Это французское слово. Это по-французски. Жон. Женеман шпанси. Жон. Хорошо. Как дела? Все хорошо. Как дела? Все хорошо. Как дела? Я знаю, потому что у меня Сабрина живет. Сабрина это моя племянница. Она живет во Франции. Они приезжали в гости в Аргентину. Иван, имел сын Иван. И он говорит, как дела? Как дела? Что у нас еще в пакете есть что-то? Продолжаем. Так, смотри. Продолжаем. Продолжаем. Это, вы знаете, для Софии. Это вот такая вот штучка. Я спросила, потому что, знаете, там же шахты, где добывают эти все самоцветы. Я, кстати, была на этих шахтах. Классно. Рудники. Шахты. Там же самоцветы. Так, ну хорошо, да. Добавляем. Это что, в Аргентине? Самоцветы у нас. Да, да, да. И очень интересно, идет энергетика хорошего ко мне. Я вот этого спросила. Это сняли, естественно. Естественно, это снимаем. Давай снимем. Можно? Ну, конечно. У нас София любит энергетическое. И вот это мне сказали, знаешь, говорит, если ты работаешь на компьютере, я говорю, да. Они говорят, вот это вот здесь, короче, есть голубенькие, зелененькие камушки, я не назвала. Пошли Софии дадим. Вот. И они убирают негатив. Да. Да. У нас такие обычно продают, знаешь, чем с Джейдем. Я не знаю, что такое Джейд. Это джедаид по-русски они говорят, джейд, но я не знаю, зеленый такой камушек китайский. Не, не знаю. Так, Анечка. Без понятия. Пропускаем, пропускаем аргентинского гостя. София. А здесь как танго пришло? О, Софии нет. Ну, давай поставим ей сюда на стол. Да. Так. И это, кто работает на компьютере, говорит, во-первых, это очень была приятная энергетика. Видите, розовые камни, вот эти вот. Голубенькие и синенькие, это убирает вот этот весь негатив, который идет излучение от вот этих вот штучек. Я сказал, мне нужно такое. Все, отлично. Это такое, друзья, аргентинское танго на столе у Софии. Сейчас мы его так крупненько еще раз покажем. Среди всего этого бардака. Вот оно. Чудо аргентинских рудников. Пошли дальше. Да, там шахты классные такие. Так. В Миссионесах находятся. Так. В Миссионес провинции Аргентины. Ага. Да, от Боносареса где-то полторы тысячи километров. Так. Шикарно, шикарно. Да, да. Так, еще есть подарки? Ну, чего бы не было, конечно нет. Нет, я же не знаю, пакет-то большой. Так, я поэтому думаю, может там еще чего. Вот здесь это персонально. Персонально для... Понимаю. Для Светланы. Ой. Потому, как она бедненькая, торчала по рту с вами. Здесь есть такой камень, который дает очень большой позитив. Абсолютно все. Он как выравнивает энергетику. Куда вешается камень? А он здесь на цепочке идет. Если цепочка не нужна... Это называется принять позитив на грудь. Принять позитив на грудь, да, серьезно. И если ей не нужна цепочка, это не важно, она может поменять. Нет, это же. Потому, что есть обозначение всех камней. Я вам потом покажу. Видите эти прожилки? Конечно, конечно. Вот. Камень называется «Флорайт» у нас. Да, я не помню, как он называется в Аргентии. Флорайт. Я целую лекцию прочитала. Это очень хороший, очень энергетический камень. И причем, когда я стала смотреть на него, я на него посмотрела, а потом говорю, ну что ей взять? Она меня спрашивает. Ты на какой первый посмотрела? Я говорю, на этот. Говорю, на этот беретт для нее. Так и есть. Я говорю, все, я беру. У вас правильный человек там был. Да, она все объясняет, которая в этой продаже. Она очень много лет там стоит на фаре. Да, это очень хорошая. Это очень хорошая энергетика этого камня. Это Светлане «Персональменте». Спасибо, спасибо. У нас много камней в доме таких. Мы одно время очень увлекались, сейчас меньше. У меня в офисе полно, наверное, за десяток. Ну что, это хорошо. Камни, они живые. Очень хорошо. Да, они тянут энергетику, которая не нужна. Это наш подарок, это понятный нам подарок. Это нам понятно, да, не надо много объяснять. И следующий вариант. А, еще есть. Хотела спросить, что все? Нет, не все. Это можете кушать вы или в офисе встать. Не важно, это тоже «Персональменте» для Светлана. Молосы. О, Сис Кэндис, только она уже… Это я купила в аэропорту, там, где училась всю ночь ходила. Неужели из Аргентины? Так, хорошо. Не-не-не. Мы недавно снимали репортаж в Сис Кэндис. А помнишь, это было шикарно. Это оно, да? Это оно, да? Я ходила в аэропорту, лазила всю ночь, поэтому куплю-ка я. Ну, не приставал никто там с глупостями. Жалко. Шучу. Ну, ничего. Здесь это исправится. Ну, вот, это вот ей, Светлана. Спасибо. Я положу сюда в пакетик. Все, спасибо. То есть, с подарками мы закончили. Adios. Чао-чао. Estoy con ustedes. Les quiero mucho a todos. Y lo amo, Argentina. Mi corazón está contigo. Субтитры сделал DimaTorzok